Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Аминь. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, Учитель ваш, не даст ли Дидрахмы? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, и так, сыны, свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, Кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Бог вместо первенцев еврейских благоволил осветить для себя колено Левиина. Число людей в колене Левиином простиралось до 22 тысяч, а первенцев было 22 273 человека. За первородных, которые оказались выше числа колена Левиина, Бог положил давать священникам Дидрахму. Отсюда и произошел обычай всем первенцам платить Дидрахму, то есть пять сиклей или 200 оволов. Но поскольку и Господь был первородным, то и Он платил Дидрахму. Только, быть может, стыдя с Христа, как чудотворца, они не просят у Него самого, а у Петра. Или поступают так с коварной целью. То есть, как бы так говоря, учитель ваш, как противник закона, захочет ли заплатить Дидрахму? Как Бог, Он и не слыша знал, о чем говорили Петру. И поэтому предупредил Его словами, если цари земные не берут дань со своих детей, а чужих, то как же Царь Небесный возьмет Дидрахму с меня, своего сына? Ибо эта дань, как сказано выше, назначалась для храма и священников. Итак, если дети земных царей свободны, то есть ничего не платят, то тем более Я. Чтобы не считали нас презрителями, заплати дань. Ибо Я даю ее не потому, что должен дать, но потому, что хочу исправить их немощь. Присем поставим себе в правило не подавать повода к соблазну там, где не может быть вреда, а где есть такой вред. От какого-нибудь действия там не нужно заботиться о тех, которые неразумно соблазняются. Чтобы явить в себе Бога и Владыку моря, Христос посылает Петра достать статир из рыбы, а вместе научает нас и некоторому таинству. И наше естество есть рыба, погруженная во глубину неверия. Апостольское слово извлекло нас из нее и нашло в наших устах статир, то есть слова Господни, исповедание Христово. Ибо исповедующий Христа имеет в устах своих статир. Какой статир? Состоящий из двух дидрахм. Ибо Христос имеет два естества, будучи Бог и человек. Этот-то статир Христос предан за двоякого рода людей, язычников и иудеев, за праведников и грешных. Поскольку они видели, что Петр почтен был от Христа, а почтен тем, что получил повеление дать статир за Христа и за себя, то как люди несколько выязвили сердцем, и, угрызаемые завистью, подходят к Господу и стороною спрашивают его, кто больше. Видя, что учениками овладевает страсть честолюбия, Господь смиряет их, и примером бесчиславного утрака показывает им путь смирения. Так и нам должны иметь смиренный ум, впрочем, не детский, и быть не злобивыми, но не неразумными. Словами «Если не обратитесь» показалось, что они перешли от смиреномудрия к честолюбию. Следовательно, должны были возвратиться опять к тому же, то есть к смиренному мудрю, от которой вы уклонились.